Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем из лего очень интересную головоломку, которая называется пентамино. Но для начала давайте разберемся, что же такое пентамино. Это головоломка, которая состоит из 12 деталей, различной формы, и каждая деталь состоит из 5 квадратиков. Отсюда и название. Пента с греческого переводится 5, а вторая часть слова мино образуется из слова домино. Это игра, в которой детальки тоже стоят из квадратиков, но там из двух квадратиков. Задача пентамино заключается в том, чтобы из этих 12 деталей собирать более сложные формы. В данном случае у меня собран слон, не очень красиво, но тем не менее это слон. Базовая задача для данной головоломки собрать прямоугольник 6х10. Это может сделать огромным количеством способов, всего 2339 способов того, как из этих 12 деталей можно собрать прямоугольник 6х10. Это не учитывая переворот этого прямоугольника. Впервые головоломка упоминается более 100 лет назад, в 1907 году, в книге «Кентерберийские головоломки» автор Генри Дьюдани. И в этой книге довольно много различных шахматных головоломок. В одной из задач нам предлагается заполнить шахматное поле 8х8 клеточек фигурами различной формы, так, чтобы каждая фигура состояла не более чем из 5 квадратиков. Сделать мы это можем при помощи 12 фигур из 5 квадратиков и одной фигуры из 4 квадратиков. Как раз таки вот эти 12 фигур из 5 квадратиков представляют себе головоломку «Пентамино». Но также она интересна тем, что она не только головоломка, но может использоваться еще и в качестве настольной игры, в которую могут играть 2 и более человек. Так что сегодня мы с вами будем делать головоломку, которой более 100 лет, а делать мы ее будем из лего. Перейдем к изготовлению. Поехали! Итак, вот наша лего-головоломка, состоит на из 12 деталей, является полным аналогом такой же шоколадной головоломки. Они даже по размеру немного схожи, но лего, конечно, чуть больше. Но есть важное отличие. Дело в том, что шоколадная головоломка идет у нас в вот таком интересном подносе, в котором все это крепится. То есть мы кладем деталь, и отсюда она уже никуда не денется. С лего-головоломкой я хотел сделать точно так же, даже собрал небольшую форму, в которую идеально подходит деталь. То есть если я положу деталь, она здесь не выпирает. Она идеально сюда подходит. Кладем еще одну деталь. Все очень хорошо стыкуется. Но проблема заключается в том, что у меня нет такого большого количества вот таких плоских гладких деталей. А они здесь обязательно нужны. Если их не класть, то детали просто будут пристыковываться, и будет не особо интересна головоломка. Также я понимаю, что, скорее всего, у вас, у зрителей, не так много будет плоских деталей. Поэтому делаем без формы. Мы соберем просто на плоскости. Вполне можно и так собирать. Так что давайте рассмотрим каждую из 12 деталей подробнее. Начнем, наверное, с красных. Их у меня больше всего. В данной головоломке каждая деталь состоит из 5 квадратиков. В случае с лего это будут квадратики 2х2. Все детали будут толщиной в 2 планки. Итак, первая деталь самая простая. Она просто прямая. Мы берем 2 планки, соединяем. И у нас получается деталь из 5 квадратиков. Вот так она выглядит. Для второй фигуры нам понадобятся следующие детали. Давайте все соберем. Опять же, все детали взаимозаменяемы. То есть практически каждая деталь можно заменить какой-нибудь другой. Единственное, что в любом случае понадобится много вот таких квадратиков. Переворачиваем. Вторая фигура готова. Третья фигура это крест. Четвертая фигура уже более сложная. Пятая фигура это лесенка. У меня не хватало деталей, поэтому зеленый квадратик будет составным. Итак, следующая деталь. Седьмая фигура. Следующая фигура это буква Т. Теперь собираем уголок. Последняя черная деталь. Она самая сложная. Предпоследняя фигура. И, наконец, последняя фигура. Головоломка уже полностью готова. Но прежде чем мы начнем ее решать, хочу обратить внимание на один очень интересный момент. Дело в том, что в шоколадной головоломке у нас все детали двусторонние. То есть мы можем положить так, а можем положить и вот так. Это касается каждой детали. Но здесь у нас все детали получились односторонние. На это не стоит обращать внимания. То есть каждую деталь мы можем класть как одной стороной, так и другой стороной. То есть мы можем стыковать детали следующим образом. Можно сюда еще что-нибудь поставить. Сюда что-нибудь поставить. Вот так можем. А здесь мы можем поставить деталь вот так, например. Но при этом здесь все детали собраны таким образом, чтобы их не переворачивая, можно было собрать прямоугольник. Дело в том, что можно было деталь вот так сделать, а можно вот так. Вот в таком положении точно можно собрать прямоугольник вот с этим набором. Давайте попробуем. А теперь довольно интересная и полезная информация, особенно для тех, кто хочет стать блогером. Меня часто спрашивают, как я стал YouTube-блогером. На самом деле, я этим занимаюсь уже более пяти лет, и я абсолютно всему учился самостоятельно. У меня не было кого-то, кто мог мне подсказать, дать какие-то советы, а самое главное, профинансировать какие-нибудь интересные проекты. Сейчас же у вас есть очень интересная возможность. Медиа-компания Air, которая является сертифицированным партнером YouTube, запускает собственный продюсерский центр под названием Rocket и предлагает финансирование перспективных блогеров. В Rocket приглашают как новичков, которые еще не пробовали вести YouTube-канал, так и тех, у кого уже есть интересные наработки. Если ты полностью пройдешь регистрацию, а потом отбор, ты можешь рассчитывать на огромную поддержку и помощь от организаторов проекта, в том числе и финансовую. Тебя обучат, поделятся опытом, окажут тех поддержку. В целом, помогут создать крутой YouTube-проект. Выбирают 100 лучших блогеров. Участвовать может каждый. Поэтому, если вы хотите стать блогером, рекомендую прямо сейчас пройти по ссылке и нажать «Просоединиться». И, возможно, совсем скоро вы тоже будете блогером. А мы вернемся к нашей головоломке. Я хочу обратить внимание на то, что я не так давно решал эту головоломку, поэтому, скорее всего, не особо много времени потрачу. Старт, время пошло. Давайте попробуем. Так, я, в принципе, на самом деле даже помню, как это все собирается, поэтому здесь время, наверное, не особо нужно собирать, засекать точнее. Так, вот здесь у меня крестик был вот такой. Сверху у меня была зеленая деталь. Так, снизу у нас что получается? Снизу можем вот такую поставить. Нет, у нас снизу вот эта будет лестница. Лестницу я могу так поставить, а вот так не переворачивая будет. Так, это не сюда. Нет, неправильно. Есть. Потратил минуту, но просто-напросто я знаю, как решается эта головоломка, поэтому нет смысла, в принципе, засекать. Но интересно то, что для данной головоломки существует огромное количество других интересных заданий. Поэтому давайте найдем в интернете дополнительные задания для головоломки, которые называются пентамину. То есть, если вы будете делать лег-головоломку, можете просто в интернете смотреть задание, которое называется пентамину. И давайте попробуем решить какие-нибудь задания для пентамину. Но здесь, скорее всего, уже необходимо будет переворачивать детальки. Давайте поищем. Я нашел довольно интересную задачу. Это лось. Давайте пробуем его собрать. Здесь есть еще верблюд, страус, вероятно, и еще много заданий. Но сейчас будем собирать лося. Старт. И открываем картинку снова. Я уже вижу, как у него будут делаться рога. Это явно будет вот эта деталь и вот эта, кстати. Как раз вот они. Так, дальше морда явно будет из вот такой детали, потому что другая никак не подойдет. Дальше шею мы можем сделать. Это не подойдет. Вот таким образом. Нет, не подходит. Здесь нужно, чтобы два квадратика было. Такая может быть. Дальше мы будем что-то делать. Либо вот такая сюда подойдет. Вот уже деталь переворачивается. Вот она сюда подходит. Так, дальше нога у нас одна будет явно вот такая длинная деталь. Другая не подойдет. Но она пониже будет стоять. Хвост у нас 100% будет из вот такой детали. Хотя, может быть, конечно, составной какой-нибудь, но мне кажется, из такой детали. Давайте сюда положим телефон, чтобы он не мешал. Так, хвост, скорее всего, здесь будет. Дальше нога у нас либо такая деталь, либо вот такая. Либо одно, либо другое. Так, ну хвост повыше будет. Вот так вот как-то приблизительно. То есть здесь необходимо добавить еще два квадратика. Не так все просто, на самом деле. Не так все просто. Вот это пространство необходимо заполнить. То есть у нас осталось пять деталей, и необходимо заполнить вот это пространство. Так, так, есть! Лось собран. Время. Стоп. Потратил 2 минуты 10 секунд. Но, в принципе, эта фигура была не особо сложной, потому что у нас было довольно много выступающих частей. То есть явно рога могли составляться только из вот этих деталей. Морда могла составляться только из этой детали, потому что по-другому никак и не составить. Хотя вот эту можно было сейчас использовать. Но вот эта как-то логичней. Ноги тоже у нас очевидны. Точнее, хвост очевиден, ноги очевидны. Она полностью не влазит в кадр, фигура. Но вот так выглядит. Кстати, довольно интересно. И за счет того, что он цветной, он выглядит еще интереснее. А также из этой головоломки можно сделать довольно интересную настольную игру. Для этого вам понадобится форма 6 на 10 квадратиков. Делается элементарно из стандартных деталей лего. И игроки по очереди кладут детали в форму. Кладем первую деталь. Второй игрок кладет еще одну деталь. Еще одну деталь. И проиграет тот человек, у кого детали перестанут стыковаться. Можно делать по-разному. Можно делать так, что детали можно перемещать внутри формы, но не переворачивать. Например, вот так мы перемещаем и освобождаем место для еще одной детали. Можно не двигать детали. То есть вот я кладу, подвинул. Есть. Есть. Следующий игрок может передвинуть и поставить куда-нибудь деталь сюда. Но переворачивать их нельзя. Нельзя вынимать из формы. Я вижу, что могу поставить сюда. Могу поставить вот сюда. Теперь я могу передвинуть и поставить куда-нибудь, например... А вот здесь уже посложнее. Это уже напоминает немного пятнашки, и поэтому игра довольно интересная. Сюда вот так могу поставить, например. Есть. Теперь действия закончились. То есть я подвигать особо ничего не могу. Вот только эту деталь могу сдвинуть. Но место освободить уже для вот этих деталей невозможно. Поэтому тот человек, у которого сейчас был ход, проигрывает. Игра довольно интересная. Развивает логику. То есть необходимо задавать такие ситуации, при которых следующему игроку некуда будет поставить деталь. Довольно интересная игра. Мне кажется, это даже интереснее, чем сама головоломка. Также, кстати, абсолютно любую деталь можно собрать из стандартных кирпичиков Лего. Она будет просто немного толще, но в принципе точно такая же. Подводя итоги по данной головоломке, я могу сказать, что она безумно интересная. В первую очередь за счет того, что ее может повторить каждый. Можно сделать ее из Лего, можно сделать из дерева, можно сделать даже из бумаги. Просто берете тетрадку в клеточку, вырезаете из этих клеточек пентамино, и у вас готовая головоломка. Для нее огромное количество заданий. Поэтому я предлагаю вам сделать данную головоломку самостоятельно. Если вы будете делать ее из Лего, из дерева, из бумаги, неважно из чего, присылать свои фотографии в группу ВКонтакте, в предложенные новости. Я буду публиковать ваши фотографии. Ссылка на группу есть в описании. А также вы могли заметить мои шахматы Звездные войны. И они интересны не доской, а фигурками. Дело в том, что в этих шахматах есть C-3PO, R2-D2, Энакин Скайуокер, Люк Скайуокер, Принцесса Лея, еще много героев из Звездных войн. И я эти шахматы показывал себе в ТикТоке. Ссылка на мой ТикТок есть в описании. Там довольно интересно, уникальный контент, такой контент, которого нет на Ютубе. Поэтому проходите, подписывайтесь. Также в описании ссылка на мой Инстаграм и на все остальные социальные сети. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.